В понедельник, 26 сентября, глава города Буя Игорь Ральников в срочном порядке провел совещание, на которое вместе с сотрудниками администрации были приглашены представители общественных организаций и политических партий города. Город Буй вместе со всей страной участвует частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Отправка мобилизованных боевлян уже состоялась. Их провожали семьями с друзьями. Глава города Игорь Ральников лично напутствовал земляков с пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. Для участников специальной военной операции важна любая поддержка, любая добрая весточка из дома. И Буй шлет весточки и оказывает помощь. Координаторами по сбору средств, вещей и писем от Буйской земли в нашем городе уже давно являются две неравнодушные и активные женщины. Это Ирина Андреевна Стасилович и Ольга Сергеевна Зиновьева. К ним в пункт сбора помощи и посылок приходят такие же неравнодушные горожане. Наши землячки создали группу в интернете ВКонтакте под названием «Своих не бросаем», где размещается вся актуальная информация по необходимым вещам, а также даны контакты для перевода средств. В постах этого паблика не ведутся разговоры о том, зачем и почему. Ответ и так ясен, по зову сердца. Чтобы помочь, причем неважно, бойским ребятам или нет, любым нашим воинам. Мы кому-то поможем, а кто-то поможет боевлянам. Группу знают за пределами Буя, и у нас уже налажены надежные связи с такими же людьми из других районов и городов. Сейчас, как сказал глава Игорь Ральников, настало время еще больше объединиться, и сплотиться, и продолжать, что называется, всем миром помогать нашим мужчинам, которые защищают Родину, а значит нас с вами. Сбор средств организован в здании Сбербанка по адресу улица Октябрьской революции, дом 44, 3 этаж, кабинет номер 8. Телефоны для справок 8 953 640 83 32 Ирина и 8 920 386 60 21 Ольга. Переводы с пометкой «Солдат». В эти непростые дни, когда идет призыв, идет мобилизация, частично мобилизация вооруженной силы Российской Федерации, из наших домов, из наших семей уходят мужчины. Мужчины, способные защищать нашу Родину. И, конечно, сейчас мы, наверное, вот эта мобилизация, это повод мобилизоваться и всему нашему обществу. И я хочу сказать, что, в общем-то, мы здесь, в Тылу, должны оказывать всестороннюю помощь тем ребятам, которые отправляются сейчас в места боевых действий. Мы провели совещание, пригласили руководителей всех общественных объединений, политических партий нашего города с призывом поучаствовать в оказании материальной помощи для наших военнослужащих. Мы не стали придумывать ничего нового. Мы объединили усилия с той группой, которая на общественных началах уже занималась, с марта месяца занимается помощью нашим ребятам. Паблик этой группы своих не бросаем. В общем-то, работают, они достаточно успешно, работают с марта месяца, собирают и денежные средства, и какие-то материальные, материальный вклад, то есть в виде одежды, в виде продуктов питания, которые поступают через каналы поставки, поступают наши военнослужащие. Этим совещанием мы объединили усилия, объединили усилия администрации города, всех общественных объединений. Сейчас мы привлечем к этому процессу и предприятия города, в общем-то, с тем, чтобы максимально оказать помощь нашим военнослужащим. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города Буя с просьбой, с настоятельной просьбой оказать, принять посильное участие в этой акции. Все координаты есть, есть в группе, еще раз напомню, она называется «Своих не бросаем». Я считаю, что мы все, каждый, должны принять в этом посильное участие в этой акции. Кроме этого, решается вопрос об организации необходимой помощи семьям мобилизованных боевлян. Контакты, по которым можно будет обратиться за помощью, сообщим сразу, как они определятся. Сейчас мы провели также совещание с представителями волонтерского движения нашего города, в общем-то, волонтеры и в центре молодежи, и в школах, в системе образования, и в средних учебных заведениях. В общем-то, переориентируем все волонтерское движение на помощь тем семьям, которые остались сейчас, временно остались без папы, без отца, без мужа. Организуем горячую линию на базе центра молодежи, куда жители нашего города смогут обращаться за оказанием той или иной помощи. Ну, помощь может быть разная, там кому-то может поколоть дрова, там, я не знаю, вернуть лампочку, но вот такие вот бытовые проблемы. Силами волонтеров мы постараемся решить. Вот, ну, четко переориентируем наших волонтеров на темуровское движение. В любое, тем более такое нелегкое, как сейчас, время мы вместе, мы своих не бросаем.